Нормально. Есть новые перемоги какие-то? Что тебя интересует? Что тебя интересует? Вопрос не конкретный. Перемоги есть? Еще раз, вопрос настолько расплывчатый, что его можно трактовать по-разному. Точнее его. Ну сегодня у вас есть перемоги какие-то новые? У кого у нас? И где? А ты где находишься? Ты можешь? Я в Харькове. Ты в Польше находишься? В Харькове. В Харькове? О, в Харькове есть перемоги? В Харькове? Без понятия, сегодня очень жарко было. Еще раз смотри, если ты задаешь свой вопрос, то задай его как-то конкретно. Давай я побуду на твоей волне. Продолжай. Да нет, старый. Им уже два г... Им уже сколько? Два года. Зачем, рейбайна хорошая? У меня вторые капли мы есть. Рейбайна? Круто. А что такое Рейбайна? Фирма такая, мне достаточно. Бонжарский какие-то? Да. Бонжар? Да. Так что, какой-то конструктив будет... Да, морально любят, или за где? Ага, я понял. Так что, какой-то конструктив... Старо конструктив? Да. Будет с тобой блогер российский или... Ну давай, а слушай, какой язык был в Киевске Россия? Старо-киевский, старославянский. Какой имеешь в виду? Там, собственно... Старо-киевский или полиции? Там что ты понимал... Старо-киевский? Да. Что ты понимал, на территории Руси, как ты сказал, в Киевской, я так понимаю, ты имеешь в виду период, когда центром экономическим был Киев, ты имеешь в виду. Понятное дело, что ты подробности, кто это придумал, кто назвал Киевскую Русью, это другое. Тогда было шесть разных диалектов, из которых было три письменных и три разговорных. Причем, в большей степени, два из этих разговорных, они распространялись на окраины Киева и дальше вглубь. Письменные в основном ходили в самом городе. На них писалась летопись, на одном писала летопись, на другом писались документы, на третьем я уже, честно говоря, не вспомню. Поэтому, да, был старокиевский, старославянский, это были все разные диалекты. Все это подразумевается историками русско-мова, но при этом тот язык, на котором разговаривал, он вообще отличался. А почему ты, когда ты забываешь, какой язык был в Киевской Руси, пишешь древний русский язык? Объясняю. Потому что, мой дорогой, неопытный друг, есть ответ, который тебе выдаст Википедия, ответ, который тебе выдаст Яндекс, ответ, который тебе выдаст Гугл, на первой страничке, на первой страничке сверху, что ты, собственно говоря, и сделал. Потому что это твой уровень, это все, на что ты способен. Ты не разбирайся в вопросе, ты просто ввел поисковики, и тебе сверху написало самый распространенный ответ, который больше всего читает. Это основа того, как вообще формируется поисковая система, если ты в этом немножко разбирайся, либо интересовался, либо можешь поинтересоваться у знакомого сеошника, если он у тебя есть. Но есть документы, есть изучение историков, работы, того же самого Рыбакова, примеру, советский историк, где четко определяется, на каком языке общались тогда. И нужно понимать, что в те времена письменная речь и текстовая речь, и речь, на которой разговаривали, речь, на которой говорили дворяне, речь, на которой говорили простые люди, она отличалась, и диалектов было море. И чем дальше ты заходишь, например, от центра, тем сильнее отличаться, то есть называется, от целевизованной части, назовем это так, хотя они все были более-менее целевизованы. Поэтому, соответственно, конечно же, конечно же, было разные дилекты. Я тебе говорю, их было шесть. И по истории квалификации один из них был киевский, потому что на нем разговаривали только в Киеве. Да. Объясняю, потому что ты такая слабая, которая хамит сходу, оскорбляет, и когда человек не в состоянии вести нормальный делок, только делает, что посылает, наливает говно, незнаком с тем, но при этом пытается умничать. При этом я тебя уже слышал неоднократно ни один бан. Мне просто-напросто очень впадло, когда я буду нарезать ролик с тобой, много запикивать. Поэтому, чтобы сильно не запикивать все, что ты там мне говоришь, я просто выключаю тебе звук, чтобы не было дополнительных таких вот моментов, типа, зачем ты меня перебиваешь, я же не закончу, я не договорил. Так максимально удобно, тем более в общении с блогерами российскими. Самый лучший вариант, когда вы не в состоянии вести конструктивный делок, а только забалтать и перебивать, просто выключить звук. Все равно вы не дадите ей слова сказать, а так хотя бы какую-то полезную информацию дадим. Вот смотри, я тебе раз не буду в челу. Я знаю. Вот, потому что древнерусский язык был. Вот. И Киев купили в 1686 полякам, не у украинцев, да? Вот. А что там еще было? А что? Да, Купча на Киев есть такое? Есть интересный момент. Ты знаешь, что документ о Купче этой самой, во-первых, он отсутствует, оригинал, этот сам документ, есть только копия, которую потом переписали. Это раз. Во-вторых, согласно Мартовскому договору, или Переславскому договору, которое было, который, опять же, тоже переписали после смерти Богдана Хмельницкого, там также был следующий момент интересный. Если обратить внимание вообще в архивы, в историю, то даже согласиться, что была такая Купча, у вас был договор потом с поляками о мире, если ты правильно помнишь. Этот мир уже нарушал Переславский договор, так как, согласно этому договору, Москва должна была, обязовалась защищать от Запорожской Сечи вплоть до Киева. А вы заключили договор, в котором разделение было Киева по реке. Одна часть переходит в сторону Речи Посполитой, другая в сторону войска Запорожского. Поэтому, да, ваша прямая обязанность была выйти из этого момента, прямая обязанность заключалась в том, чтобы обойти этот момент и все-таки вернуть полноценно весь Киев, чтобы соблюсти договор. Но, как правило, русские не соблюдают договора, потому что даже переписав Переславский договор, вы все равно отказывались его соблюдать. Поэтому, когда мне говорят по поводу Купчин этот Киев, во-первых, докажите, что она была, покажите мне оригинал, который был, а во-вторых, ребята, даже если он был, вы были обязаны вернуть Киев всеми возможными силами. Стой. А как Украина появилась в 1917 году, как самопровозглашенная Украинская республика? Тебе еще это рассказать? А как, вы же давно, вы же древние Украины. Че ты? Вопрос конкретнее задай, давай, дам тебе возможность. Украина появилась в 1917 году, как самопровозглашенная Украинская народная республика. А почему Украине можно, а Донецку с Луганском нет? Ну, смотри, во-первых, в 1917 году, я так понимаю, ты имеешь в виду 13 ноября вообще. Или 9 октября 18-го. Ну, вот ты имеешь в виду, к примеру, изначально была Мартовская революция. Если ты помнишь, что такая Мартовская, либо Февральская революция в Российской империи, которая упразднила Российскую империю и создалась Российская республика. Российская республика проществовала недолго. Там было два власти. Вы этот период так называете. На самом деле, это была Российская республика, но в этот период называете периодом двувластия, когда был и парламент, и император, ну, точнее, король, царь, точнее, в таком плане. Вот. Тогда множество республик стало отсоединяться, потому что, как сказал товарищ Ленин, была тюрьма народов. И с этой тюрьмы народов люди стали бежать. И, разумеется, украинцы одни из первых решили это сделать. Но это сделали также и белорусы. К белорусам у вас вопросов нет. Это сделали казахи, это сделали буряты, это сделали ингуши, это сделали татары, это сделали якуты. Это все, по сути, сделали. То есть, Российская... Собственно говоря, если ты правильно помнишь, в Советском Союзе было 15 республик. Почему эти 15 республик были? По одной единственной причине, что у них, что они все образовались и хотели независимости. Но так или иначе, Москва заключала с ними договора, и все перешло на то, что создался Советский Союз. Украина возникла как самостоятельное государство, как признанное государство, потому что у нас с вами был Переславский договор, который подписан был с Романовыми. Как только вы свергли, а именно я говорю 18-й год, как только вы свергли Романовых последних и увидели, а так как в царское время заключается договор не с государством, а с правителем, то есть, грубо говоря, король заключает договор с королем, князь заключает договор с князем, царь заключает договор с царем. Вы умерли своего царя, императора, то есть, наследника этого договора. И поэтому, собственно говоря, Украина полная имела право этот договор разорвать. Собственно говоря, что мы и сделали. И мы спокойненько вышли. У нас был договор с империей, у нас был договор с Романовыми. Ни империи, ни Романовых не было. Вот, собственно говоря, мы и вышли. А вот Донецк и Луганск, по тому же самому примеру, Украина остается. И это незаконное формирование, которое, кстати, напомню тебе, возникли не потому, что внутри им так захотелось, а потому что вы туда пришли, приняли туда технику, приняли туда своих добровольцев, которые просто салаты в основном, которые поснимали шевроны. И все. Все. Вот и вся история. Вот и вся разница. Слушай, а как интересно сам с собой разговаривать? Мне очень интересно. Ваша аудитория вообще адекватная, которая хотя бы чтобы перепроверить это. Есть где-то информация, вот то, что ты сейчас узнал? Я знаю, что врать надо, это надо самому поверить в это и нести вот эту ересь. Есть где-то исторические документы, где это проверить? Да. Нету? Да. Вот. УНР появилась в 1917 году, и потом в 21, по-моему, встала в состав... Пауза, пауза. Я тебе даю возможность сказать, вопрос тебе задаю. Что ты имеешь в виду по поводу документов, нету что-то проверить? А по поводу чего нету документов проверить? Уточни. По поводу того, что ты говоришь. К примеру. Где хранятся вот эти документы про эту ересь, которую ты несешь? Какой именно документ? Ну, который ты ересь нес. К примеру, какой документ? Документ по поводу чего? Это про царя какого-то. И про царя какого-то. Что по поводу царя? Создалась в 1917 году самопровозглашенная республика. Стоп, еще раз. Ты мне сказал, где... Еще раз. Вопрос. Про Украину не было ни слова, нигде. Серьезно. Да, где было слово про Украину до этого? К примеру, фреска Богдана Хмельницкого, которая хранится сейчас... Где хранится фреска? Я же тебе говорю, которая хранится. Тебе адрес сказать? А аллея независимости... Кто Богдан Хмельницкий? Аллея... Богдан Хмельницкий, который присягал царю? Фреска хранится. Аллея независимости 213 Варшава. Национальная библиотека Польши. Там хранится фреска Богдана Хмельницкого, которой написано «Украинский правитель». А чего Богдан Хмельницкий присягал царю? Во-первых, ты говоришь сейчас про мартовские статьи, которые я тебе изначально говорил, да? Ну да, типа про них. Типа про них. Или Переславский договор, кому как удобнее. Утеряны письма, утеряны письма, их не было, это выдумано, да? Во-первых... Методичка у вас классно работает. Во-первых... Недавно одни и те же слова. У вас одна методичка на всех. Во-первых... Вот. У вас одна методичка... Вы свою аудиторию обманываетесь тем, что вы... Во-первых... Причем здесь письма? Причем здесь письма к тому... К договору? Разговаривать сколько угодно. Во-первых, причем здесь письма к договору? Но даже моя аудитория посмотрела и сказала, это все... Он просто гересь несет. Причем здесь письма к договору? Ну, который он пресекал. Причем здесь письма к договору? Как ты связал письма к договору? мартовские статьи или еще раз мартовские статьи сейчас я скажу точное название сейчас я скажу точное название чтоб тебя проще бы найти так открываем вот так давай тебя она скинуть из чат потому что чтобы читать это не так не ведешь вот на если на русском богдат хмельницкий войско запорожского главнокомандующий войны хлопской зачинатель восставшего казачества и народа украинского князь на латыни написано да а чё латынь было в то время да в общем латынь это древний язык где-то смотреть официальный источник какой национальная библиотека польши это хранится национальном библиотеке польши аллея независимости 30 213 варшава я тебе говорю так это варшаве хранится да потому что этот фреску рисовал художник или гейм гондиус он также карту бебепла написал поэтому это хранится в польше короче это мы сейчас доверяем какому-то художник не спросил когда упоминался бы найти привел один из примеров могу привести еще один пример хочешь приведу еще один пример плебеи шули нет теперь приведу тебе еще один пример очень интересный на самом деле от него вообще на самом деле у россиян ломается вся логика акты относящиеся к южной и западной россии созданы и изданные в спб вот примеру читаем 1668 год кашевой гетман всего войска запорожского и правобережной украины петро суховин с хавенко в письме своем писал и открываем само письмо читаем упоминание самой украины на щеке на украины си малую ратию не на по что что и для взятия наборщика брюховецкого но столицу все жителей дальше следующего что пишется что я к прежней казаков на украины сего боку токма един полк был или снести бедная украина постановили или бедная украина за обменная будут деснице моя это все письмо брюховецкого народу в украине живущему провозглашая а не помянуть тебя не бойся за не хотя сие мои оберегательное рукописание русской монарха царское величие и короля это акты относящиеся к южной и западной россии созданные и изны и хранятся в спб и знаешь где они находятся в спб что самое интересное это ваши документы ваши 15-томники 7 украина или украина 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 как вот здесь я смотрю карту пишет украина где ты читаешь вот как раз вот с этой фреской там это самое и так называют это называет короче это обозначение такого буквосочетания которое читается как у не то есть вот нету такого произношения как а у поэтому собственно когда писаться а у в летописях пишет писалось все украина пустана это а у это простой таки читать ты можешь вести что к у и тебе выдаст поиски песни украина где окраина написано чтобы где окраина еще с тех пор где окраина написано здесь пишет где покажи карту я у себя на стриме выложил как я тебе покажу скинь эту карту уже а ты в курсе что что это когда было молдавское царство то черновцы были в составе молдавии черновцы верните молдавии звук верните польши вот это от украины я понял родной мой то есть все что ты додумался это найти какую-то карту у себя на стриме где написано украина это все что ты придумал аргументировать и когда я предоставил кучу документов кучу документов эти даже с твой же документ предоставил а по поводу этого всего все самое логичное к чему ты смог прийти это мне начинать говорить за молдову вот если молдова выявить свои претензии по поводу территории которые находятся в украине вот тогда конечно же мы можем об этом чем-то поговорить с ними или больше но не у больше к примеру нет и претензии по отношению лькову они у молдовы нету только самом деле есть очень важный момент после возникновения оон в сорок пятом году и после те же самых хельсинских соглашений понятие того что что-то когда-то у кого-то было где-либо она совершенно не имеет никакого значения потому что политический и период идет начинается с возникновения оон по сути сорок пятого года а до этого это все история которая была но только вы россияне живете прошлым а весь мир стремится в будущее молодцы свою историю того нет будущего слушай а ты в курсе кто не помнит своего прошлого того нет будущего вы помните свое прошлое из какого-то города где-то история это про где ты родился я из молдавии молдавии как из какого города рашканы в каком году основан твой город и кем без понятия часто не помнишь свою историю молдавия молдавия с 1365 года а мы основана классно отлично молодцы окей как государство государства украина унер мы 1917 на древнерусском разговаривали да да все верно как государство официально с документами с паспортами мы возникли 1917 собственно говоря как современные мы возникли 91 как и молдова сейчас мне скинулись детали из музея фотографии и пишут что русские были я так понимаю конструктив закончился конструктив закончился я спрашиваю конструктив закончился просто просто вы слабые блогеры давай завершай во первых первая слабость заключается в том что вы выключаете звук вот это самая первая слабость то что вы там мотивирует типа и чем не запикивать чтобы запикивать я не ругаюсь и я не матерюсь о но вы слабы любой из ваших блогеров слабы потому что квитан джавелина кто бы не был они выключают звук о и вы проявляете этим свою слаботу и все у вас нету аргументов почему украина украина напала на все все конструктив закончился хочешь красиво закончить диалог я буду часть виски вы скипать буду просто уже можно считывать неслив типа понял давай земля я не виски выращиваю они насправді ну не те чтобы прям так сподобався сподобався диалог але дуже багато тем на нему педняла ну и довольно таки цикаво вышло